Сегодня мы поговорим о том, как правильно подобрать бюсткальтер. И ему что стоит обращать внимание, какие ошибки при выборе бюсткальтера или пусть ему допускают. Первая ошибка – это неправильно подобранный каркас. Как можно это увидеть? Вот здесь вот в косточке отстают вот эта часть, перемычка, она отстает. Это уже первый сигнал о том, что ваш бюсткальтер не подходит. Потом вот в этой зоне сбоку, здесь тоже может быть вот такая вот складочка, здесь тоже неправильно подобранный каркас. Или же здесь вам впивается в вашу молочную железу, здесь впивается ваш каркас. Значит вам каркас нужен большего размера. Теперь, на что стоит еще обращать внимание? Станк каркаса должен быть горизонтальной линией пола. Если он задирается вверх вот таким вот образом, значит он неправильно подобран по размеру, он слишком велик. Когда вы покупаете бюсткальтер, он должен быть застегнут на последнюю петлю, не на центральную или первую вот эту, а именно на последнюю. Почему? В процессе носки наше бюсткальтер растягивается постепенно. После второй, третьей, четвертой стельки он может растянуться. Через полгода он у вас уже будет застегиваться на вторую или третью петлю. То есть обязательно, когда мы покупаем бюсткальтер, первое, что мы должны сделать, он должен застегиваться на последнюю петлю. Лучше взять перемычку, в которой подаются дополнительно удлинители бюсткальтер по поясу, по стану. Лучше взять удлинитель и с помощью удлинителя какое-то время, если вам немножко тесновато, поносите почему, чтобы ваш бюсткальтер разносился, да, и вам тогда будет комфортно. При этом ваш пояс стан бюсткальтером не должен быть сильно свободным. Это то, о чем я только что говорила, да, то есть он должен хорошо держать грудь. На вашем поясе и на каркасе держится грудь. Поэтому, если неправильно подобран каркас, неправильно подобран пояс, ваш бюсткальтер будет неудобен. Неправильно подобранная форма чашки. Это когда у нас размер чашки не соответствует нашему объему. Первый вариант. Большая грудь. Очень часто здесь такие вот над грудью варики появляются. То есть эта чашка вам мала. Бывает, что вроде как чашка размер правильный, но вот здесь внизу больше объема, а здесь верховно, грубо говоря, весь объем спущен вниз. А должна быть, наоборот, вот такая вот поддержка вверх. То есть неправильная высота с исковой точкой. Бюсткальтер рассчитан на более низкую грудь и на такую наполненную грудь. Вроде как каркас правильно все хорошо сидит, но вот сама грудь чуть-чуть вываливается. Если мы ее приподнимаем в этой части и вот эта вот дуга здесь будет чуть побольше, грудь ложится хорошо. Если у нас чашка постоянно отстает, да? Это тоже свидетельствует о том, что у нас неправильно подобрана флава чашки. Это может быть как в большой, так и в маленькой груди. Чаще всего это встречается в маленькой груди. Тогда здесь вот отстающая чашечка. То есть в этой плотности чашка должна мягко переходить на ваше грудь, мягко переходить на наше тело, да? Здесь не должно быть никаких вот резких переходов. То есть все линии должны быть мягкими. Вот здесь никакого дискомфорта не должно быть. В большой груди обязательно боковая поддержка. Если вы видите, что у вас здесь вот провисающие бока есть, да? То их обязательно нужно корректировать с помощью боковой поддержки. Таким образом и бюсткальта будет ложиться лучше, да? И боковая часть у вас будет немножко утянута, и форма вашей талии будет симпатичной. То есть мы как бы дополнительно можем корректировать нашу фигуру с помощью нашего белья, да? С помощью нашего бюсткальта. То есть у нас в классическом идет одна кость. Мы можем дополнительно корректировки вносить. Можно даже вот здесь узкие поиски. Можно делать без боковой поддержки. У нас там сеточка. Не требуется поддержка. То есть так тоже можно делать. Это зависит от нашей формы чашки, да? Еще такой момент. Бывает, что наша форма чашки вот как раз не подходит нашей форме груди. То есть мы подбираем форму максимально открытую и очень большая грудь. Она просто вот когда вы нагибаетесь, она просто вываливается. То есть это тоже неправильно. Грудь большая, она должна быть в любом положении красиво, да? То есть вы нагиваетесь, вы переклоняетесь назад, в бок. Она во всех положениях должна будет красиво выглядеть. То есть мы подбираем форму чашки для такой бюсткальта. Чуть-чуть более закрытую или совсем закрытую. Это будет зависит от того, куда вы одеваете белье, с чем вы одеваетесь. С платьем, не с платьем, да? Открытое платье, закрытое платье, закрытое платье, закрытое декольте. Если открытое, то конечно вы берете более открытую чашку. Но опять-таки чашка должна быть идеальной. Потому что когда вы одеваете одежду и там три бугорка вместо красивой большой груди у вас получается, то это некрасиво. Как бы там, какое бы там дорогое это белье не было, оно будет деформировать и портить вашу фигуру, портить вашу красивую грудь. То есть обязательно обращайте на это внимание. Первая проблема, это здесь перемычка не прилегает. Это бывает как в порубных дискомфортах, так и в тех, в которых вы шьете. То есть на это мы обращаем внимание, когда мы шьем в наших макетах. Первая, вторая часть боковая часть. Здесь не должно быть дискомфорта. То есть ваша косточка должна мягко ложиться, хорошо огибать грудную железу. То есть от этой части грудной железы. То есть вы вот по себе измеряете, чтобы вот здесь и здесь вас ничего нигде не перешмало. Можно, когда вы раздеты, приложить ваш каркас и посмотреть, пережимается грудь или нет. Готовый каркас в трубушку или да. И проверить, пережимается или не пережимается. Потом форма чашки, размер чашки вы тоже определяете. Вот у нас есть другая, размер чашки как мы определяем. Объем под грудью, объем по выступающим точкам молочной железы. Разница, вот там допустим разница 13-14 сантиметров. Это там соответствует чашке Б. С 17 по 17 чашка С или чашка Д. Есть таблицы, в которых это все указано. И вы можете подобрать свою чашку, измерив вот эти два объема. Объем груди по выступающим точкам молочной железы и объем груди под грудью. Эти две мерки мы всегда снимаем при построении нашего белья. Первое, чтобы определить готовую чашку. Второе, для правильного построения нашего белья. Я надеюсь, что информация была полезной и вы сможете избежать вот этих всех ошибок при выборе вашего белья готового или когда вы будете его шить сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...